Ну вот, бампер снят, фары сняты, конечно же, боковины отломались все, но это все можно высверлить и поставить. Кто-то там говорил, очень легко все крепится на видео на ютубе, если у тебя кондиционер стоит, и еще и датчик температурный, и все остальное, вы про это все забыли. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, датчик температурный под номером восемь, и еще вы хрен залезете кое-куда. Вот тут вот получается вот такая хрень, вот тут болтик вообще на восемь не подлезть, который держит фару последний. Получается вот такой вот трэш, ну и тут такой же трэш. Снимаю на мобилу, как есть. Эти все крепкие, я думал отгниют. Это воздухан тут за фарой. Под ней, конечно, нужно мобилить все, а то там начинают стареть. В остальном тут, в принципе, норм. Вот они гайки, которые держали боковину. Они, конечно же, отломались. Но это на десять. Высверливаешь и ставишь новые. В остальном бампер сейчас будем делать китайщиной, соединять. Сначала нужно отмыть все не вовремя, потому что вода центральная отключена у нас. И чтобы подключить шланг вот на даче вот в этом месте, это будет проблемно. Нужно как-то тянуть или ехать в мойку самообслуживания, где Керхер. Блин, а она там далеко, и сейчас в воскресенье огромные пробки. Так что это огромное, без вариантов совершенно. Но говнище это все нужно смыть. Все-таки решил я вот так вот. Бампер лежит. Мазда помогает. Мазда хорошая, Мазда вместительная. Еду на мойку самообслуживания 18 минут. Ну, блин, там хотя бы промою. Ну, в общем, бампер все-таки отмыл. Он сейчас сушится. Конечно, у него состояние так себе. А тут еще фары лежат. На одной фаре стекло нужно под замену. Буду выискивать. И это стекло я отмыл. Да, блин, у меня получилось все-таки отломать. Но, посмотрев на этот отражатель, вот я взял вот эту вот салфеточку, то можно посмотреть, сколько пыли на отражателе находится. То есть, в принципе, я посмотрел, что они светят офигенно. Фары эти. То есть, их нужно аккуратно протереть. И отражение, ну вот, видите. И промыть стекла. Я заметил, что на самом деле обалденно они светят. И, короче, как прожектор у самолета. А сейчас буду бампер смотреть. Ну, мы видим, да, в каком состоянии бампер, как его клепали просто по-дурацки. Я, конечно, думаю подсушить его. И, конечно же, изнутри, не снаружи, изнутри впаивать. Чтобы потом аккуратненько немножечко шпаклевочкой сделать. Да, это не гараж, да, это загородный дом. Но в этом месте, вот на этом месте прям, был расстелен мусорный пакет огромный. И тут чинился мотоцикл. И ничего страшного. Так что, понеслась. Вот она первая часть. Пускай будет она для впайки. Я просто снимаю с рук. И, блин, первая часть впаяна. Вот она. Она уже не гуляет. Сейчас еще парочку сюда. И на этом можно тут остановиться. Потому что тут колотых ран дохренища. Такой кайф. И ножки можно обломать, кстати, говорили. Хрен у вас, они не обламываются. Ну ладно, их можно откусить тогда, но это потом. Ну да. Всем интересно, что с другой стороны. А с другой стороны не очень видно. Придется восстанавливать. Да, вот она, трещина идет. Придется что-то делать. Рискнул с фронталочки сделать. Вот трещина. Вот ее сейчас я подгоняю. Я просто сейчас сюда впаяю. Ну да, вот она. Прям гуляет. В общем, берем эту хренатень. Нажимаем на эту. Она нагревается. Блин, немножко подогнать надо. Это все-таки с фронталки. Нажимаю. И поехали. Отпускаю. Жду несколько секунд. Сейчас он возьмется. И вынимаю. Такая вот фигня. Сейчас остынет. И возьмется. А вот тут есть такие болтики, гаечки, саморезики, которые идут. Вот эту часть прикрепляют. Потому что она треснута. Вот она, видно. Ее тоже нужно отдельно колепать. Делать. Они никак не поддаются, отвинчиваются. Но понимаете, сейчас будем паяльником прогревать их. И тогда они будут поддаваться. Ну, кто не знал, это реально работает. Ну, так вот. В этом бардаке вы видите. Снял я. Вон она часть валяется. Она на защелках. И все-таки греть нежелательно. Смотрите. Это один отвернулся. Другой прямо вот ему плохо. И получается, как у нас. Получается, вот так вот они держатся. Да блин. Вот так они держатся. А тут выпаялась. Она на пипку, на эту одевается. Пластиковую. Ну, придется наращивать. Придумывать. Что-то. А можно, в принципе, просто саморезом, я вижу. Войти. Только не насквозь. Нарастить и войти. Я думаю, идеей быть. Ну, вот так вот получается. Да. Ну, что ж. Теперь. Вот эта часть больная. Эх. Да. Сейчас кто-то, наверное, смотрит. Говорит. Блин, что-то устроил вообще на даче уся. Или где там дома. Да ничего я не устроил. Я восстанавливаю. Мерседес. Для тех, кто не понял, как это работает. Видите, вот разболтано, разбито. Ну, вот начнем с самого начала. Втыкаем. Она не нагревается. То есть, вот эта часть, она холодная. Мне нужны сейчас самые ходовые, как я понимаю, которые у меня потихонечку заканчиваются. Их 50 штук. Ёлки-палки. И кладут их как-то вот специально, чтобы потерялись все. Вот такие самые ходовые. Мне больше всего нравятся. И просто их насаживаем в эти дырочки. Отверстие. Технически сказать. Блин, неудобно одной рукой. Ну, ладно. Вот, мы посадили. Так вот. Мы видим трещину. Ну, допустим. Допустим, вот здесь. При нажатии светодиод не моргает. Он горит. Это просто... При нажатии получается... Смотрите, она нагревается. Вот кнопочка. Вот она. Нагревается. И, кстати, тогда не моргает. Вот. И сейчас мы будем... Что делать? Нажимать кнопочку. И впаивать. И немного провернуть в конце. Оставить, чтобы приплавилось. И вынимаем. Вот так вот происходит ремонт. И весь шов по кругу вот так сейчас будет. Теперь я бы с удовольствием попробовал вот такой вот мазок. Там считал, что-то дольше нужно держать. Тогда краешек нагревается и можно замазать. Нажимаем. Ну, кстати, работает. Ну да, вот работает. Все равно потом зачищать много чего. Самое главное, чтобы он не сгорел на работе. Краска обгорает. Ну, как-то так, я скажу. Я хотел, наоборот, шпаклевкой все это делать. Ну, не знаю. А, тут у меня уже скобочка стоит. Только сверху обойти нужно скобочку. Подточить будет. Интересно, это пластик воняет или это китайская штука воняет? Да нет. Показалось. Ну, в принципе, пока она справляется на ура. Значит, что у нас тут с бампером? С частью бампера. Смотрите, какой трэш. С частью бампера. Ну, зато, блин, он держится вот тут вот так вот все в страшном виде, в страшном сне. Ну, блин, он уже полностью не расколотый. А, блин, низ, низ я еще не доделал. Нужно еще низ. В общем, перед вами фотографии по завершению, как я восстановил бампер. Мне просто сказали, что бампер Мерседеса родной, лучше, чем всякий сраный тайваньский. И я начал восстанавливать. Я думаю, очень даже неплохо. Он реально монолитный стал. Мне понравилась вообще эта приблуда китайская. Ну, я думаю, на Алиэкспрессе вы можете заказать. Так что проблем нету. Вы просто посмотрите, как классно вообще бомба. Я думаю, это лучший вариант для ремонта бамперов. Ну и, как всегда, ровного давления в шинах по вашему мануалу. И удачных дорог. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok